По иронии судьбы Ольга Солнцева-Кларк Глава 2 1968 год, конец декабря Тамаре Рыбкиной месяц назад исполнилось 27 лет. Все ее подружки и приятельницы успели выскочить замуж до 23, а она все выбирала лучшего. Да выбиралась. После 26 лет за глаза, она об этом прекрасно знала, ее стали называть старой девой. Тома сильно расстраивалась, но исправить ситуацию не получалось. Найти мужчину по сердцу было чрезвычайно трудно. Ко всему прочему, она еще и в женском коллективе работала. Если быть честной, поклонник у Томы совсем недавно еще присутствовал. Алик, Асанин. Только он ей совсем не нравился, и даже унизительное звание старой девы ни за что бы не заставило Тамару согласиться на предложение Алика создать с ним семью. Месяц назад, как раз свой день рождения, девушка набралась мужества и сказала Асанину, чтобы он больше к ней не ходил. Ох, как ей трудно это далось. Характер у Томы слишком деликатный. Муху боится обидеть. А тут целого человека из квартиры выставить. Но цель свою она достигла. Алик обиделся и ушел. Только желание выйти замуж осталось. И мужа хорошего иметь хотелось, и детишек. Однако мелькали дни за днями, недели за неделями, а суженый никак не появлялся. Поэтому в Томиной душе поселилось беспокойство. Вдруг ей участь такая уготована жить одной. Узнать бы, что ее ждет. Если где-то бродит ее счастье и однажды обязательно встретится, она готова подождать. Ну а если нет, тогда надо мыслями перестраиваться и думать, как жить одной. Как ни странно это звучит, у Тамары имелся шанс узнать свое будущее. В их подъезде жила особа по имени Глаша, в прошлом партийная работница, а сейчас тайно подрабатывающая тем, что раскладывала карты для одиноких женщин и предсказывала им ближайшие перспективы. В глаза даму звали с почтением, Глафирой Спиридоновной, но за глаза кликали пренебрежительно, глажкой. Поговаривали, что работая по партийной линии, женщина была груба и не сдержана на язык. Ее товарищи по работе и партии едва-едва дождались, когда Глафира, наконец, уйдет на заслуженный отдых. Тома, решившись на подобную авантюру, целый час караулила гадалку на морозе у подъезда. Потом, увидев ту идущую с сумкой по двору, подбежала к ней. Страшно смущаясь и краснее, Тамара попросила заглянуть предсказательницу в неведомое будущее. Та зыркнула по сторонам своими сильно подрисованными глазками и высокомерно назначила время. Приходи в восемь. Без пяти восемь Тамара замерла в своем коридоре у входной двери, прислышиваясь к тому, что делается в подъезде. Девушка вылавливала момент, когда ничьих шагов не будет слышно. Тогда она откроет дверь и бросится вверх по ступеням со своего первого этажа на четвертый. Томми казалось, если она столкнется с кем-нибудь из соседей, когда будет подниматься по лестнице в наглаше Наташ, любой, встретившийся, обязательно догадается, кому и зачем она идет. Тамаре от этого почему-то было очень неудобно. Наконец, дождавшись подходящего момента, девушка выскочила из квартиры. Дрожащими руками закрыла дверь ключом и рысью помчалась вверх по лестнице. Дрожащими руками Она никогда не была у Глафиры. Оказавшись в трехкомнатной квартире, Тамара была поражена великолепием интерьера. После ее скромной однушки, в которой еще несколько лет назад они теснились вдвоем с мамой, жилье предсказательницы будущего, огромное по своим советским меркам, казалось ей ослепительным, как зал в Эрмитаже. В большой комнате стояла чехословацкая мебель. К дивану и двум креслам с плюшевой светло-бежевой набивкой было страшно прикоснуться. Взгляд невольно притягивался к серванту. Внутри него блестели хрустальные фужеры. На потолке ярко светила пятерожковая люстра. Две трети пола закрывал в желтых тонах ковер. От всего веяло благосостоянием и богатством. Томми даже стало неудобно от того, что она пришла к соседке в старых, повидавших жизнь тапочках. И мысленно стыдно за то, что она свою квартиру никак не пытается сделать более презентабельной. Тамара откладывает деньги на новое зимнее пальто. А надо хотя бы на диван начать копить. Ведь на тот, который у нее, старый да потертый, верно служивший двадцать лет, уже без слез не взглянешь. А обивка, сколько Тома не пыталась штопать и нашивать заплатки, того гляди лопнет и слезет, как банановая кожура. Пусть саму обивку еще можно спрятать под покрывалом. А вот если сесть на диван, он так заскрипит, что начинает казаться, в следующую секунду развалится бедолага прямо под приземлившимся. Ах, если в скорости познакомится она с молодым человеком, да пригласит его в гости, как неудобно перед ним будет за такой страшный диван. Пойдем туда. Хозяйка показала на дверь ведущую из зала. В маленькой комнате не было так ярко, как в большой. Здесь вместо электричества властвовали огоньки свечей, расставленных по углам. Мебели почти не было. Только круглый небольшой стол и два мягких стула. На столешницу была подстелена темная скатерть с нарисованными на ней желтыми звездами. Тома вспомнила книжку с иллюстрациями, которая была у нее в детстве, сказка о Иване Царевиче. Однажды ночью он оказался в избушке Бабы-Яги. Так вот, у той в углу так же было. Темно, какая-то звездная скатерка на столе. Только у сказочной бабки еще травка в углу сушилась, да банки со снадобьями стояли. Девушка почувствовала, как волна холодных мурашек пробежалась по спине. Уж не ведьма ли это Глаша? Взгляд у нее действительно неприятный, тяжелый такой, да мурашек. Но тут же ругнула себя. Тоже мне, комсомолка, во всякую нечисть веришь. Да и бояться сейчас не время. Тамара пришла сюда узнать о своем ближайшем будущем. Через полчаса она знала все. Глафира в разложенных на столе картах уловила самую суть и сказала, что Томми нужно делать, чтобы встретить своего суженого. 31 декабря, в канун Нового года, Тамара должна надеть на себя что-то красное, блузку или платье, пойти в кафе под названием «Встреча», сесть там за третий столик от входа и ждать. Вскоре появится одинокий мужчина без шляпы. Он и будет ее суженным. А почему он будет без шляпы? Осторожно спросила Тома, боясь обидеть женщину, которая обладала таким удивительным даром видеть будущее. Нельзя без шляпы. Зима же на дворе. Вот уж не знаю, высокомерно дернула плечом Глаша. Больше всего на свете она не любила, когда ставили под сомнение ее предсказания. Посмотри на карту. Она осунула Томе под нос плотный прямоугольник бумаги. На ней нарисован мужчина без шляпы. Может, шибко воспитанный. Зайдет в помещение и сразу снимет головной убор, предположила гадалка и свела губы в тонкую полоску. Наверное, нерешительно кивнула Тома. Воспитанный – это хорошо. Я бы хотела, чтобы мой муж был интеллигентный, умный. Дура ты девка, заявила бывший партийный работник. Мужчине не это главное. А что? С осторожным любопытством уточнила девушка. Иди давай, махнула на нее Глаша. У меня сейчас другая клиентка придет. Мне не надо, чтобы вы пересекались. Да-да, я поняла. Тома вытащила из кармашка домашнего халата, свернула в трубочку десятку. Протянула неуверенно Глафири Спиридоновне. Меня больше нет. Хватит. Что бы вы без меня делали? Добрая я душа. Другая бы рассердилась на тебя за такие крохи. Закатила глаза к потолку Глафира Спиридоновна. Ладно уж, иди. Тамара почувствовала себя неловко. Десять рублей для нее считались деньгами большими. И были взяты из той суммы, что копились на пальто. Ее невысокая библиотекарская зарплата не позволяла Томме откладывать много. Девушка, прежде чем извлечь из уже накопленных 50 рублей десятку, поразмыслила и решила, что эту зиму она перезимует и в старом пальто. Тем более декабрь уже почти закончился. Значит, только два месяца осталось. А летом можно сэкономить побольше, когда много дешевых овощей. То есть к следующему декабрю она уже обязательно поменяет свое старое зимнее пальто на новое. Сейчас же главное – изменить в лучшую сторону свою одинокую жизнь. Томма горячо поблагодарила благодетельницу и побежала домой. Надо было готовиться к судьбоносному свиданию. Хотя до 31-го оставалось еще целых четыре дня, но ведь Тамара еще работает. А зимние вечера такие короткие. Значит, каждая минута на счету. Вообще-то при мысли, что она будет сидеть в кафе и ждать неизвестно кого, ей становилось страшно. А вдруг тот, кто придет, окажется каким-нибудь маньяком? Томма была ужасной трусихой, и она отлично знала это. Но так как желание выйти замуж все же перетягивало по весу страхи, Тамара готова была немножко побояться, лишь бы встретить своего мужчину. 31 декабря 1968 года Тамара Рыбкина сидела в кафе-встрече в полутемном зале за вторым столиком у стены от входа. Увы, третий, когда она пришла, был занят парочкой подростков, которые целовались в окутанной сумраком атмосфере. Томма надеялась, что кто-нибудь из работников заметит такое бесстыдство и выгонит их на улицу. Тогда она шустренько перескочит на нужное место. Когда Тамара шла в кафе, ей представлялось все несколько иначе. И этот вечер, и неожиданная романтическая встреча. Сейчас же, вместо того, чтобы радоваться приближающемуся счастью, она морщилась от громкой музыки и хмуро разглядывала сидевшие парочки. Как-то так получилось, что количество посетителей в этот вечер было нечетным. И все из-за лишней томы. Остальные пришедшие были парами. Так случается, если личная жизнь не удалась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok